Вы позвонили мне на мобильный телефон и сказали, что вы Руслан Баширов и Александр Петров. Александр Петров и Руслан Баширов. Вы реально похожи на то, что нам показывали из Британии на те фотографии и на те видео. Вы на самом деле кто? Мы на самом деле те, кого и показывали. Руслан Баширов. Александр Петров. Это ваши настоящие имена? Да, это наши настоящие имена. Вы даже сейчас, когда об этом говорите, вы честно выглядите очень напряженными. А как бы вы выглядели после всего? Когда вашу жизнь так вот раз и перевернули с ног на голову. Просто днем днем и сломали. На этих записях, которые мы видим из Лондона, где вы ходите в этих уже знаменитых пуховиках, кроссовочках, по Солсбери. Это вы? Да, это мы. Что вы там делали? Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. Солсбери? Да. Прекрасный город. Он акценталистический город. Там есть знаменитый собор, Солберестский собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут. То есть вы поехали в Солсбери посмотреть на часы? Да нет, но с самого начала мы планируем приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка сейчас. И мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери. Естественно, это все должно было быть одним днем. Но когда мы туда прилетели, у нас даже самолет, мы думали, что не с первого раза посадят. Потому что в Англии 2 и 3 числа был просто транспортный коллапс. Что там транспорт? Там был, как это сказать, снегопад. Настолько мощный, что завалило практически все города. И мы никуда не смогли добраться. По всем телевизорам показывали то, что 2-3 числа железные дороги вообще не работали. Автомобильные дороги тоже самое. Они были перекрыты полицейскими, перекрыты скорой помощью. И было вообще перекрыто движение. Не было вообще движения никакого. Все поезда, ничто, вообще ничего не ходило. Почему это ничего не показывает? Вы можете описать, может, не поминутно, но почасово. Ну или хотя бы сколько вы помните. Вы прилетели в Великобританию. Как вы говорите, оторваться и посмотреть на собор и некие часы в Солсбери. Вы можете описать, что вы делали в Англии. Вы 2 дня там были, правильно? Ну, 3 получается. 3 дня. Что вы делали эти 3 дня? Ну, 2-го числа мы прилетели. Мы приехали на вокзал посмотреть расписание, куда мы сможем съездить. Вы что-то планировали днем съездить? Просто один днем съездить и посмотреть? Именно в Солсбери. Один день. Там достаточно, там больше одного дня делать нечего. Это нормальный туристический. Солсбери, он город нормальный туристический. Хорошо, это я поняла. Это вы планировали. По факту. Что вы делали? Вы прилетели, там снегопад, туда чего-то не ходит, поезда не ходят дальше. Что вы делали? Нет, мы приехали в Солсбери 3-го числа. Пробыли там ровно, наверное, пытались погулять по городу. Но так как был город весь полностью завален снегом, нас хватило ровно на полчаса. Да, нет ни одной фотографии, ни одно СМИ, ни один телеканал не показывает то, что в этот день, 3-го числа, в этом городе был коллапс, снежный коллапс. Там невозможно было пройти никуда. Мы вымокли все по колено. То есть вы полчаса погуляли, вымокли и дальше? Естественно, мы ехали, чтобы посетить Столхенш, Олдсарум, Собор Девы Марии. Но этого не получилось, потому что там была как-то по-русски жижа. Город был в полной жиже. Мы промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке мы уехали обратно. Минут 40 мы провели на вокзале в кафе. Пили кофе, потому что мы пили горячий кофе, потому что мы вымокли все. И мы максимум провели 3-го числа час. Может быть час, да, час лишний. И то, потому что электрички ходили с большим разрывом, именно, наверное, из-за транспортного коллапса. Мы вернулись в Лондон и продолжили наши путешествия. Мы гуляли по Лондону, мы ходили вечером. То есть в Солсбре вы провели всего час? 3-го числа, да, потому что невозможно было никуда пройти. А другого числа? А 4-го числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была теплая погода. Солнце светило. Целенаправленно хотели посетить Ол-Царум и собор. И решили завершить это дело 4-го числа. Завершить это дело, это какое дело? Ну, посетить эти достопримечательности. Посмотреть вот этот знаменитый собор. Сходить на Ол-Царум. Мы посмотрели. 4-го числа, да, посмотрели. Но опять-таки там в обед начался такой ливень со снегом. Что мы уехали раньше времени. Собор красивый. Собор очень красивый. Там очень много туристов. Там очень много русских туристов. Там очень много русскоговорящих туристов. Кстати, с собора должно быть очень много фотографий. Вас в том числе. Которые должны были показать. Вы же фоткались, наверное, с собой. Наверное, показать СМИ. Конечно. Фоткались. Мы сидели в парке. Мы сидели, пили кофе. Мы заходили в кафе, пили кофе. Мы гуляли. Мы гуляли, наслаждались вот этой вот английской готикой. Вот этой красотой. Этого не показывают. Показывают только наше нахождение на вокзале. Покажите нам эти фотки. Мы покажем. Наши на вокзале. За то время, что вы были в Солсбери, вы подходили к дому Скрипалей? Ну, может быть, мы к нему и подходили. Вы знаете, где дом Скрипалей? Я не знаю, мы знали, где он находится. Может, и проходили мимо, может, и не проходили. Я не знаю, я вообще не слышал. Да вот этой ситуации пока не начался этот кошмар с нами. И я не слышал эту фамилию. Я не знал ничего про них. Когда вы прилетели в Великобританию, когда вы были в Лондоне или когда вы были в Солсбери, за все время, что вы там были, у вас был с собой новичок или какой-то другой отравляющий яд или какая-то опасная жидкость? Нет. Мне кажется, это вообще бред. У вас был с собой флакон духов Нина Ричи, который демонстрирует британская сторона как evidence, как вещественное доказательство вашего, как они считают преступления. А нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо. Даже реально проходя таможню, проходишь, когда таможню, проверяют все вещи. И просто любой полицейский при досмотре, я думаю, если бы у нас что-то было, у них бы возникли бы эти вопросы. Зачем у мужчины? У мужчины в багаже лежат женские духи. По крайней мере, даже у простых людей, наверное, возникли бы эти вопросы. Зачем мужчины в женские духи? Где бы простые люди увидели ваши духи? Нет, проходя таможню, проходишь когда таможню? Короче говоря, у вас были с собой духи Нина Ричи или не было? Нет, конечно. К вопросу о нормальных мужиках. Вы все время на всех видео показаны вместе, все время вместе, находились вместе, жили вместе, ходили везде вместе. Вас вообще, так скажу, что объединяет вас двоих? Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой. У нас получается какой-то допрос, и мы начинаем углубляться. Мы у вас защиты просим. Мы у вас не на допросе. Мы журналисты, мы не защитники, не адвокаты. Вот мой следующий как раз вопрос. Вы в СМИ пошли зачем? Вы ваши фотографии какое-то время назад опубликовали ваши имена, вы все это время сидели тихо. Сегодня вы мне позвонили и решили пообщаться со СМИ. Для чего? Защитой допросите. Если это можно назвать тихо, после того, как у нас жизнь превратилась в кошмар, мы даже не понимали, что нам делать. Куда нам идти? В полицию, в следственный комитет, в посольство Великобритании. В ФСБ пойти. Что сделали? В посольство Великобритании зачем? Ну, просто мы в таких непонятках, что нам делать. Куда нам сунуться, что алло, люди. Знаете, когда полностью жизнь перевернулась и вытряхнулась, ты не понимаешь, что тебе делать. И куда пойти. И многие пишут, говорят, почему мы будем не прийти в посольство Великобритании, не объяснить это все. А вы читаете, да, что про вас пишут, говорят, смотрят? Нет, не читаем. Конечно, читаем. Конечно, читаешь. Потому что мы на улицу выйти не можем. Мы боимся, мы опасаемся. Чего? Мы опасаемся за себя, мы опасаемся за жизнь, мы опасаемся за близких, мы опасаемся за тех людей, которые нас знают. Вы боитесь, что вас что, убьют английская разведка или что? Мы не знаем, что... Вы даже наши публикации почитайте. Что пишут наши. Что там за вознаграждение. Я не видел, что там за вознаграждение. Я не видел, что там за вознаграждение. Почему вы позвонили мне? Почему вы пришли на наш канал? Ну, так получилось, мы сегодня читали новости, как раз таки, вот ваш телеграм. Вы же сегодня сами по телеграмме. Я знаю, кто читает мой телеграм. Дали форум. Я не знаю, можно это говорить в эфир или нет. Ну, говорите. Нельзя не дадим. Вперед, сукины дети, как вы сказали. А, это я написала в очередь у кинодетей. Да, 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 да. И поэтому мы, прочитав, посмотрев, мы решили позвонить вам и прийти именно к вам. Как на самом деле, если бы Путин сегодня не сказал, что он же обратился сегодня к вам, да, с экранов, и это было везде в СМИ, он сказал, что вот мы вычислили этих людей, мы знаем, кто эти люди, и пусть они уже придут в СМИ и объявятся. Если бы он это не сказал, вы бы пришли? Ну, знаете, Маргарита, скорее всего, наверное, это было бы выложено в сеть в виде видеообращения. Вы бы записали видеообращение и выложили в сеть? Мы раньше не сталкивались никогда со средствами массовой информации, и было бы проще, наверное, излить душу именно в интернет. Потому что, ну, грубо говоря, надо запросить защиты, помощи. А сегодня вот именно, ну, мы не видели эфир, я просто услышал это по радио и предложил. Был толчок. Звонить вам. Вы работаете в ГРУ? А вы работаете в ГРУ? Я нет, а вы? Я нет. Я нет. У меня никто не обвиняет в том, что я работаю в ГРУ, а вас-то обвиняют. Ваши слова, ваши коллеги обвиняют. Не только мои коллеги, вы журналисты, видимо, имеете в виду. И слава богу. Вас обвиняют правоохранительные органы Великобритании, что вы работаете в ГРУ. Да, это, наверное, самое страшное. А где вы работаете? Вы взрослые мужчины, вы должны на что-то жить. Ну, мы предприниматели средней руки. Просто если мы сейчас расскажем про наш бизнес, то мы же сожжим. Такие люди пострадают, с которыми мы работаем, и мы не хотим этого. Мы сожжим круг. Ну, расскажите вот что-то. Понимаете, потому что и мне, и аудитории. Вы же хотите, чтобы люди вам поверили? Людей уже много месяцев убеждают в обратном. Кто-то вам верит, кто-то вам не верит. Когда вы говорите, мы в ГРУ не работаем, но про бизнес тоже не расскажем. У меня возникают вопросы, аудитории возникнут вопросы. Что, если вы не работаете в ГРУ, вы не шпионы, вы никого не травили, вы просто туристы. Чем вы занимаетесь? Ну, если вкратце, это фитнес-индустрия. То, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры и так далее. Просто если рассказать немножко шире, опять-таки наши партнеры и, как сказать, широкий круг, мы их знакомы. Мы уже вспотели, я включу кондиционер. Да, да, шарко. Да, вы занимаетесь фитнес-индустрией. Да. То есть, что, вы консультируете в Европе каких-то людей, которые хотят накачать бицепсы? Почему в Европе? Почему в Европе? Ну, это мой следующий вопрос, потому что, ну, вы на этот ответьте, а следующий вопрос будет как раз... Консультировать здесь. Здесь мы консультировать. Да, и сейчас, наоборот, тренд консультировать не по наращиванию бицепсов, а, наоборот, по, как сказать, по построению фигуры, так называемая... Правильное питание, здоровый образ жизни. То есть, вы работаете с клиентами, которым вы помогаете сделать красивое тело? Или вы в фитнес-клубах? Вкратце. Тренер это называется. Вкратце, да. Не хотелось бы это все убивать огласки, потому что, ну, и углубляться, и в работу, скажем, во все вот эти вот вопросы... Я, на самом деле, я бы, я не хотел бы, чтобы пострадали люди из числа наших клиентов, чтобы как-то пострадали ли те люди, с которыми мы работаем. Вот, и, ну, я бы не хотел бы углубляться сюда, вовнутри. Хорошо. Британцы утверждают, что за последние пару лет вы чуть ли не десятки раз были в Европе, в первую очередь в Швейцарии. Что вы там, как люди, занимающиеся фитнес-тренингами и наращиванием мышц, делали? Да, британцы много что утверждают. То есть, вы не были в Европе? Да, что они, что мы и жили в номере, который показывает, там, одноместную кровать, да, то, что соседние номера двухместные, там, трехместные, и это нормально для туриста, нормально для приезжего приехать, заселиться в одном номере двухместном, в двухкомнатном номере, да, и жить. Экономия денег, и это просто, это быт, жить вместе, это веселее, это проще, и это нормальная. Для нормального любого человека. Это вы можете даже не оправдываться, односпальная у вас была кровать или двуспальная, вот это сейчас весь мир волнует меньше всего, я вам честно скажу. Давайте, вы в Европу ездили за эти пару лет? Конечно, да, в основном, в основном это именно по бизнесу, и... В основном в Швейцарию? Это, да, опять-таки, не в основном в Швейцарии, в Швейцарии, ну, если... По бизнесу мы летаем, вот именно в Швейцарии мы летали на отдых, ну, и по бизнесу тоже там были, но дай бог памяти, когда это было. Прилететь в Женеву, это не означает, это нормально, это прилетел в Женеву, это ближайший путь, доехать до Монбланка, это съездить, это поехать во Францию через несколько километров, посетить Францию, это удобно. Так вы по бизнесу летали или отдыхали? Нет, и так, и так, в основном по бизнесу поездки. А по бизнесу как, как ваш бизнес с Европой стыкуются? Ну, именно по спортивному питанию, то, что в Европе продаются препараты, питания. А, то есть вы покупаете там питание и привозите сюда? Да, не то, что мы их покупаем, складируем в сумке и привозим. Изучаем рынок, смотрим новинки, какие есть, специальные, из БАДов, из аминокислот, из витамина, из микроэлементов. Выбираем самое необходимое, приезжаем сюда и решаем вопросы, как доставить новинки этого рынка сюда. Это одно из направлений, то, чем мы занимаемся. У меня здесь папочка со скриншотами. Это вы, да? Да, да, да. Это вы, это ваша одежда? Да, да. Вы сейчас другой одежды? Да, но она у нас осталась. Это одежда в гардеробе. В гардеробе. Да, да, в гардеробе. Вот эта куртка висит. Ботинки куплены в Англии. Прорекламированные, да, кроссовки Тью Бэланс, это вся одежда, это одежда, в которых и сейчас мы ходим. Нет, здесь ты, и она у вас сейчас в России? Здесь ты в ботинках, которые ты купил на Оксфорд-стрит, если я не ошибаюсь. Причем 3-го числа. Потому что когда мы 3-го промокли, да. Вымокли 3-го числа, вернулись в Лондон и переобулись, да, пошли, купили себе, я пришел, пошел себе, купил обувь, я был уже совсем в другой обуви. Эта одежда у вас сейчас в России? Да, в России, она у нас есть, мы ее можем показать, конечно. А с собой у вас нет ее? Куртка, да, у меня с собой куртка, она здесь. Вот эта? Да, вот эта куртка, она у меня с собой здесь. У меня все эти вещи тоже дома лежат в гардеробе. Хорошо, вот картинка, которая озадачила весь мир. Гатвик, вы выходите через гейт, через ворота, буквально в одно и то же время, чуть ли не в одну и ту же секунду. Как это получилось, что это вообще, как это? Я думаю, это надо у них спросить, потому что мы всегда... Мы как это можем объяснить? Проходим вместе, даже по одному коридору, через одного таможенника, полицейского. Один проходит, второй ждет, и мы все, мы по коридору вместе проходили, мы всегда вместе. А как это у них... Я думаю, это лучше им спросить, как это все получилось в одну секунду и в одно и то же время, и по раздельности. Просто то, что мы даже вместе всегда проходим, у меня чуть-чуть посильнее с английским языком. Если какие-то проблемы возникают, я помогаю. То есть вы проходили вместе, мы не проходили по раздельным коридорам? Мы иногда по раздельным не проходим, мы сюда проходим вместе. То есть эти картинки, это что? Этого не было, это монтаж или что? Это я не знаю. Если бы мы еще помнили, когда это было. Как это все у них происходит? Когда ты прилетаешь, улетаешь, посещаешь какие-то места, никогда не обращаешь на камеры, потому что это неинтересно. Как снимают, где снимают, что снимают. Мне это неинтересно. Я не обращал на это внимания. Но если они напечатали такие фотографии и еще такое время, я думаю, это лучше у них спросить. Что вы вообще думаете про дело из Скрипалей? Кто их отравил? Вы вообще об этом думали? Тяжело сказать. Мы в этом живем. Но единственное, что хотелось бы, если реально когда-нибудь отравителей найдут, то хотя бы перед нами бы извинились. Кто отравитель? Даже за то, что... Нагличане. Даже за то, что мы последние, я не знаю, сколько это, муссируется уже неделю-пять дней. Для меня я даже в датах потерялся. Реально просто. Вы представите, что произошло вообще с нашей жизни? Машину не выйти, машину не выйти заправить спокойно. Что произошло с нашей жизни? У вас так прямо узнают? Мы так думаем, что нас узнают. Как мы себя можем вести по-другому, если по телевизору показывают? Каждый день на весь экран две фотографии. Включаешь радио. Да, просто страшно. Баширов, Петров, включаешь телевизор. Баширов, Петров. Как бы вы жили? Мне реально страшно. Я опасаюсь. Я напуганный. Я не знаю. Я вообще не знаю, что будет завтра. Я уже стараюсь. Мы сюда по этому кламму пришли. Я даже стараюсь не смотреть уже новости. Он смотрит. Я просто иногда спрашиваю, есть что-то новое? И жду ответа, что... Да нет, нет, все. Все по-старому. И он опять, да, есть, да, есть. Накручивают, 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 накручивают. Сколько уже можно? Что вы собираетесь делать дальше? Вообще непонятно. Просто хочется, чтобы нас оставили в покое. Вы же теперь, как я понимаю, не выездные. То есть, если вы покинете пределы России, с большой степенью вероятности вас арестуют. Мы очень надеемся, что эта ситуация разрешится. Да, разрешится. И все-таки та сторона английская принесет извинения свои за вот это все, что они подняли. Что все-таки найдут тех людей, которые причастны с этой историей, со Скрипалями. И что хоть как-то изменится наша жизнь. Вообще вся эта ситуация, это просто какое-то фантастичное, фатальное совпадение. И все. В чем наша вина? Просто хотелось, чтобы нас хотя бы сейчас оставили в покое. Хоть немножко в покое оставили. Просто хотя бы, чтобы успокоились. Хотя бы наш. СМИ, ваши коллеги. Мы даже немного понимаем, что будет после этого интервью. И нам в любом случае вообще придется. Да вы станете героями всех ток-шоу. Ну, не хотелось бы. Просто хочется спрятаться и спокойно отсидеться все это время. Такой популярности нам точно не нужно. Просто чтобы отстали от нас. Уже реально нету сил. Устали. Просто если есть возможность, если есть такая возможность, просто оставьте нас, пожалуйста, в покое и все. Через вас мы хотим обратиться ко всем. К вашим коллегам в том числе. Даже если вдруг нас кто-то будет узнавать, потому что мы не можем просто сидеть дома и никуда не выходить. То, друзья, не доставайте мобильные телефоны. Я не знаю, как это еще попросить. Просто хочется. Спокойствия. И я понимаю, что к нормальной жизни мы, наверное, вернемся не так скоро, как этого бы хотелось. Спасибо, спасибо, что пришли к нам на канал. Спасибо, что вы нашли. Спасибо вам.